Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Эта песня на Байконуре звучит в особенные дни, когда экипаж провожают на стартовую площадку. Это уже традиция. Песню даже считают неофициальным гимном космонавтом, которому уже исполнилось 30 лет. Там стоит человек, который только дверь открывается, сдаёт сигнал и начинается эта песня. История песни «Трава у дома» необычная. Стихи изначально были совсем не о возвышенном и имели вполне земное и даже шуточное содержание. Слова были про корову, которая жевала траву, смотрела в окно и, видимо, мечтала о чём-то. О свободе, видимо, мечтала. И когда Володя Мигулиев этот текст, первый раз, он говорит, давай о чём-то вечном, бесконечном напиши лучше. Ну вот и поперечный написал уже, после этого переписал, переделал текст о космосе. Борис Михайлович Есин в те годы работал на космодроме и отвечал за музыкальное сопровождение. Особо не задумывался, включал то, что космонавты пожелают. До тех пор, пока в 90-м году в космос не полетели два Геннадия – Монаков и Стрекалов. Под какую песню выходить из гостиницы экипаж сказать затруднялся. Борис Михайлович предложил траву у дома. И потом, после этого старта, я больше не спрашивал командира экипажа, какую песню включить. Пошла и в следующий раз, и в следующий раз. И настолько она вошла в традицию, что без неё сейчас космонавты просто не выходят. С тех пор трава у дома популярна и самая любимая космонавтове. Песня складывается из трёх компонентов – музыка, стихи и исполнение. Вот в этой песне, конечно, это всё совпало. С хорошей песней и на орбите работа спорится. Павел Попович – космонавт номер четыре, а вот в списке космических певцов – номер один. Именно он в 62-м впервые спел на орбите. Трава у дома ему тоже по душе, но чаще всего он напевает шлягеры своей молодости. Тогда, после триумфального полёта Гагарина, космос стал главной темой для многих поэтов и музыкантов. И даже Владимир Войнович, чья стихия проза, перешёл на поэзию. Песня «Заправлены в планшеты» на его слова так полюбилась, что даже появился народный вариант. Слова переделали не мы, это наземные службы. Там поются заправленные ракеты, конечно, не водою. И кнопку пусковую пора уже нажать. Когда космонавтов везут в автобусе к ракете, они обязательно останавливаются и срывают веточку полыни. В космическом корабле своим запахом эта трава напоминает о Земле. В долгой командировке на высоте 400 километров в окружении металла и аппаратуры больше всего не хватает травы у дома. Чуть ближе, но всё дальше, холосты.